Всем вечер добрый! Вечер аналитики на канале Лига Мьюзик Варс. Итак, что же мы сегодня будем рассматривать? А мы с вами будем рассматривать начисления студий. Я, конечно, понимаю, что раньше обновление по начислению студий делалось за неделю. И мы это все получали в середине октября. Но, к сожалению, видимо, из-за малого количества разработчиков, малого количества программистов, данный ивент отложили на обновление Хэллоуина. Ну что ж, перед вами на экранах студия. Ну а далее, конечно же, мы будем разбирать самое интересное. Сколько же потратили на данные студии игроки? И какую же сумму у нас получилось посчитать? Давайте рассмотрим далее к расчетам. Ну и поехали по подсчетам. Конечно же, мы сегодня рассмотрим все стили. Рассмотрим, кто забрал студию. Ну и, конечно же, кто сколько потратился. Это самое интересное, что есть. И не забывайте, я беру расчеты из максимального доната. То есть 7 тысяч рубинов 15 тысяч рублей. Но поймите, что многие студии, которые взяли, им закидывали другие люди, да, получается. И закидывали не только бесплатные, но и закидывали, конечно же, за рубины. И давайте будем смотреть. Каждый человек, чем больше он сумму вносит, тем больше получает рубинов. Конечно же, при меньших суммах рубины не сопоставимы по количеству. Поэтому сумма примерная. Так что будем смотреть. Ну и как бы не сильно не удивляйтесь, потому что многих поддерживали игроков. Прямо очень хорошие донаты. Поехали с самого первого. Итак, у нас Клаб и депутат ЛГБТ. ЛГБТ 77 тысяч. Это 7 тысяч примерно рубинов. Потому что, ну, 600 я не считаю туда плюс-минус. Ну, как бы так, да, скажем, получается и это 15 тысяч рублей. Это самая дешевая студия именно на Бесте. На второе место, конечно же, 5 тысяч, да. Ну, я считаю, давайте возьмем 2, ну, там по расчету. И это примерно около 12 тысяч рублей. Ну и, конечно же, Вивали у нас тоже примерно где-то 12 тысяч рублей. Санчеш сам не донатил, но многие донаты его поддерживали. И, конечно же, четвертое место 41 тысяча музлайков. И это тоже 12 тысяч рублей. Дальше я всех называть не буду. Можете посмотреть и примерно сравнить, сколько кто потратил. Ну, а мы заканчиваем с Клабом. Поздравляю еще раз, Сань, тебя со студией. Двигаем дальше. Итак, меломаны. 30 уровень, жена картона. Красивая, к сожалению, картинка у меня не получилась. Но ничего страшного. И тыква тоже сойдет. Тыква тоже нормально. Итак, 101 тысяча музлайков. 10 тысяч рубинов. Это примерно, давайте скажем так, это 15 тысяч плюс 6. Это я беру сразу говорю по максимуму. Итого 21 тысяча задоначено за студию. Ну, студию вы видели в начале, да? Ну, то есть, стоит оно того, не стоит. Смотрите сами. Это как бы, ну, зарплата уборщица, наверное. Ну, и очень большая разница. Потому что Toxic Pitch, да, у нас на втором месте. И уже 6 тысяч, да? А Каролина в самом, получается, трешке у нас занимает 5 тысяч. Также у нас Тактика 5 тысяч. Супи 5 тысяч. Сайланс примерно около 5 тысяч. Гламур тоже самое. Поймите, это не сильно много и не страшно, короче, получается. Но вот именно жена картона отличается на 70 тысяч. Это просто, ну, оно того, наверное, не стоило. Можно было бы и меньше задонатить. Допустим, в районе где-то 15 тысяч, да? Даже можно было меньше. И получить эту студию. Но, видимо, как бы сказать так просто, перестарались, перестраховались, чтобы потом в дальнейшем действительно получить студию. Поздравляю со студией. Надеюсь, оно того стоило. Итак, переходим в Урбан. Но здесь очень интересная вещь. Человек, который получил буквально, вот реально, получил студию, да, вот, Объект 612, тут же переименовалась, тут же переименовалась, получив студию. И, конечно же, ExtBitch у нас, получив студию. Вот она такая красивая, зелененькая, там на фоне, короче, видно. И так же 100 тысяч, ну, как бы в общей сложности, это тоже 21 тысяча. Но, однако, здесь есть небольшая разница. Второе место, Мажорский, который, получается, задонатил примерно 7 тысяч рубинов. И, конечно же, 15 тысяч рублей. И Crank 69, 6 тысяч. Ну, то есть, понимаете, да, то есть, буквально, ну, второе-третье место на предыдущем у нас там по 6 тысяч, а здесь уже 15. Ну, что ж, как бы все суммы у вас на экране, сильно много озвучивать не буду. Давайте идем дальше. И, конечно же, у нас, наверное, самый богатый в этом году и, как бы, ну, самый донатный, наверное, в этом году получился Рок, ребята. Итак, победитель у нас Нотис 202 тысячи, ребята, музлайков. На втором месте Дима 64,99 и посмотрите, какая огромная разница. Просто огромнейшая разница именно между вторым и третьим месте. Свитчок, ребята, 35 тысяч. Ну, и, конечно же, по деньгам получается. Смотрите, 21 тысяча, да, вот 21 тысяча, ну, там, средне получается. Я, ребят, беру из немножко другого разряда. Я смотрю о том, что Нотиса поддерживали многие, многие игроки, и они не все донатят по максимальному количеству по 15 тысяч. Поэтому я считаю, здесь разброс примерно где-то, ну, в среднем где-то 800, короче, именно рубинов я просто нивелировал. Просто убрал его, и поэтому студия Нотиса стоила 45 тысяч рублей. 45 тысяч рублей ушло на студию. Ну, и, конечно, Дима 64,99 потратил 36 тысяч рублей, если считать, что его поддерживали. Если же все-таки этот человек читерил и прямо реально игрался, ну, как бы не в своем стиле, ну, копил месячный план, как многие сказали, что в течение года, ну, все равно, не имея значения, по рубинам человек улетает на 36 тысяч. Ну, и третье место, 6 тысяч рублей, короче, вот просто как-то так. Ну, и давайте, после того, как мы посмотрели, поздравили всех победителей, давайте же перейдем к примерным расчетам. Что я сделал? Я вывел примерную формулу, сколько есть, усреднил ее, и, конечно же, за весь бест, ребята, задонатили примерно 420 тысяч рублей. Скорее, это по максимальному тарифу, по максимальному. То есть, если брать примерно по 15 тысяч рублей за 7 рубинов. Но поверьте, насколько я понимаю, эта сумма очень сильно отличается. Я думаю, что задоначено примерно где-то больше 600 тысяч рублей только за сентябрь месяц. И самое интересное, как я и говорил, учтены только 10 мест. В этой сумме в 420 тысяч учтены только 10 мест. А мест было намного больше. Соответственно, многие имеют золотые кубки, которые дарили по 10 тысяч музлайков. Именно золотые кубки. А это, ребята, это дорого. Это дорого, а это уже, соответственно, каждый минимум человек с золотым кубком, который получил его, уже задонатил. Это где-то примерно по 2000 рублей. Давайте так. А сколько золотых кубков я не считал. Просто не считал. Ну что ж, просто колоссальные суммы. Большие, даже баснословные суммы, можно сказать. И самое интересное, за эти деньги разработчики ничего не хотят делать. Это очень печально. Это прям ужасно печально. Ладно, что вы думаете о затратах, конечно же, пишите в комментариях. Но я считаю, что эти студии того не стоили. Очень плохой, непроработанный дизайн. Прямо я был очень опечален и самим Бестом. Когда на 10 лет ничего не ввели. И, конечно же, студиями, которые ввели уже позже. И ничего. Не знаю. По-моему... По-моему, Бест не удался. Вообще просто не удался. У нас все нормально, реально, нереально. Как дела нормально, нормально, нереально. У нас, у нас.